Как бы кто ни говорил, кто куда вмешивается или не вмешивается, вот то, что рассказал Александр Фёдорович, система назначения, процедуры, прохождения и возможного увольнения, это и есть так называемая система сдержек и противовесов. То есть законодатель и заложил такой механизм, чтобы горсовет и городская голова работали как единый механизм. Что сегодня получается у нас в городе Николаеве? У нас много резвых рук, у нас много энергичных ног, у нас тело функционирует очень хорошо, голова думает, но вместе это как единый организм не работает. В организме есть такое понятие дисфункция. Вот мы сегодня с вами живём во время, когда просто в городском совете и в системе исполнительных органов дисфункция. Всё хорошо, все знают, как нужно делать, и причём знают о том, как должны делать другие, но вместе это не работает. Почему? Потому что кто-то взвалил на себя, не знаю, наверное, ношу, ту, которую не думал, что она будет такой тяжёлой. Как бы другие думают, что они знают всё лучше, как нужно делать, но при этом не хотят взять на себя ответственность за выполнение тех или иных программ и задач. Критиковать всегда где-то в зале или в галюрке всегда проще. Поэтому что в итоге мы имеем? Я всегда говорила, что качество жизни горожан зависит от качества исполнительной власти, даже не городского совета. Почему? Потому что исполнительная власть – это тот инструмент, который доносит продукт нашим жителям. И вот когда исполнительная власть учится за счёт горожан, да, возможно, через лет 5 она научится, и мы получим хороший, здоровый организм. Но пока у нас то колени болят, то пальчик поломался, ну то животик покалывает. Ну и, к сожалению, мы с вами заложники этой ситуации. Но, сказала бы одно, это не так драматично, мы просто с вами живём, растём и учимся. И жители города Николаева – это такой же неотъемлемый организм громады, как и все мы в студии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова